так друзья так как нам до олигархов не достучаться я прошу тем из нас кто работает уборщицей механиком шофером сторожем олигархов скажите на это можно заработать их так этим благотворить и не купишь они возьмут на церковь пожертвовать и думать что там на их вот это когда на ворованные деньги тратят на церковь потратить бы на сирот на коляске инвалидной потратить вот нет на церкви тоже надо но они то думают что они откупаются ладно проехали все таки передайте своим этим олигархам привет скажите нас с удовольствием можно заработать идет великое потепление надо успевать черт не знает на черте тратил огромные деньги небольшие потому что я нанимал людей они меня собирали мыли сушили собирали 150 банок трехлитровых в каждом минимум 2000 влазит в этом году урожай был большой но они были мелкие мелкие даже королевские были мелкими вот зато столько влезло и на банках сэкономил так бы надо было бы 300 банок а там 150 получилось вот такие деньги можно было сделать если все это превратить в саженство так что подсказывайте своим олигархам у кого служить так поехали извините за такие слова жалко у нас так мало и в этом году никогда не было так мало писем юрий железов здравствуйте или краснодарский край а что-то я вас не знаю прибыло наших елена привет вот людмила добрый день сергей александрович здравствуйте лобасов леонид всем добрый вечер полерий константинович может глупого просто но все же можно ли увеличить размер плодов в овощной вишни вы знаете в овощной вишне в Сибири занимался профессионально занимался занимался сейчас покажу бокал вот и даже привозил овощную вишню в качестве экспоната на тот самый международную конференцию и рядом с абрикосами выставлял тоже как овощную вишню в байкалово так это было то есть у него был то что я видел на скидку так визуально предельно размер волосся вишня про вкусах не спорят но принято считать что чем больше размер волосся вишни тем она вкуснее наверное она кисло сладкая чисто сладких волосся вишня не бывает вопрос сколько там кислоты больше меньше или так себе и тогда получается что он занимался селекцией и все вся моя селекция была 20 кустов попробовал выбрал самое на мой взгляд где поменьше кислоты все это осадил расходят дружно вот потом у себя уже так наплевывал просто первые вот из первых плодов поэтому я ел тут же с куста и плевал 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 это было первые годы вот коммерции еще не было и тоже дружные сходы очень удобная вещь очень легко всходит вот другое дело потомство потомство опять расплывается качество поэтому именно для вас или нет я просто скажу так можно самим своего семье купить у него еще осталось немного видел и вариант б купить у меня косточки вот они естественно я же говорю вся моя селекция из 20 деревьев которых чужих садах я пробовал и выбрал самый сладкий далее опять расплываются конечно у меня в косточках они все разные будут и сладкие и кислые и кисло сладкие поэтому просто берете у меня 20-30-50 косточек выращиваете выращиваете они пока маленькие можно довести до плодовышения когда они вот такие вот такого размера и выбираете остальные под топор или прививаете на них персики жалко сейчас не даю фотографии своего персика который привит на волочную вишню то есть или вишни лишние используются как подвой а самое самое оставляете навсегда потому что они вкусные волочные вишни вкуснее вишни ну то что мы называем самые обычные идем дальше снегарёв доброго времени суток вам тоже наталья добрый вечер свинин всем привет поделить северный урал добра вот и получается никогда такого не было чтобы мы начали тут же закончили у нас впереди почти час вот ну лабаса все кто-то пишет но это все у меня такое желание использовать этот час для доброго дела нет я сегодня был очень эмоционален поэтому наверное мы сейчас будем заканчивать так лабаса волочная вишня у меня растет второй год ворочные скотчики полет нормальный полет нормальный вот кто-то кто-то я упустил так давайте наверное мы делаем так вернуться назад ты серьезнее тема серьезнейшая вот про это тут еще можно и расстаться вот это вот самое 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 толковое уральцы для меня для садоводства есть ну тут не хватает Сергеева Николая Георгиевича тогда был бы полный комплект вот я всегда с огромным отношением относился к уральцам Котенкова уже нет с нами Сашева Небесная мы еще шевелимся Валерий а вы молодец что рассказываете народу про это чудо лак мастику долмата ведь мало кто знает я вчера вам писал и сегодня уже купила Валерий Александрович сегодня у нас заказывает целая группа лак мастик ну что надо удастся прожить еще немного в каком плане что хоть будет средство для существования это Валерий Александрович продавая лак мастику вот вот это вот учеба это потом вы знаете вот не знать вот этого я всегда вот этого удивлялся вот этого не знать вот выпускники блин берем лопату и все унистираем это будет следующий семинар это будет следующий семинар школьная программа это детям объясняет ты скотина без чести и без совести это факт иначе б сейчас бы русские не убивали бы русских не боятся ведь бога то нет ну что посмотрим советовался просто мне надо вам может не надо вот там больше знаете как в стихах была фраза кому то надо быть почвой Матвеева Наталья обыск представляете те чудеса обыск а началось лет 8 назад приехали ко мне груза горят вот результат ладно друзья а вот дурдом опять дурдом красивая столько труда чтобы убить дерево не просто убить ямку забетонировать сколько труда господи увидел за границей как иностранцы украшают сад решил повторить почти 300 тысяч просмотров ну что хватит надо прощаться давайте прощаться друзья больше ничего не написали нет написали а Александр выбор рассветкалась кора на глушах думал просто растет повернул а там слазится кора по кругу под ней личинка о важнейший вопрос Александр родной пожалуйста поверьте личинка не виновата что слезла кора не виновата на здоровом дереве нет ни одной личинки я до сих пор мне стыдно сказать У меня за все 38 лет Дятел всего Обработал два дерева На которых видимо под корой Что-то было Я показывал эти два всего дерева На которых вот такие вот были Чуть ли не рано То есть он раздолбил и видимо съел Эти шамот веще Два дерева За 38 лет И то старое Старое И вот ваша личинка На которую возможно вы тоже думаете Да личинка Она жрет свое что ей положено Никогда В здоровом дереве она не заведется И играть не будет В здоровом невозможно Не обращать на нее внимания Не надо ее выдумывать Чуть ли не пинцетами Что только Ведь это от дури они берут Этот самый шприц Начинает личинок выживать А дерево от этого Как трескалось Так и будет трескать Как и отставало Так и будет отставать Поверьте мне Просто поверьте Личинки Они уже Превращают в свой дом То что стало Вот Вот это пространство Они живут там Это стало их домом А нормальные деревья Которые не калечат Да Сибирь Да Средняя полоса России Да Вся наша жизнь Вдоль Транссиба Это Места очень даже холодные Транссиба Да вот вам Омск Вот я показал вам Наталью Матвееву Посмотрите выражает Каких чертов Личинки А здесь я просто Разволновался Вот Кара слазит Да Слазит А лесинки Это последствия Не валите на нее Ради Бога Лабасов Хочу поделиться Своим опытом В 18-м В 18-м году Посадил косточки Узбекского Нектаря Ух ты На сегодняшний день Сарик Вырос метр На полтора Ух ты Насколько я понимаю Заложил цветочные почки Господи Я вам Вот Я вам советую Полтора метра Защитите от мороза Как хотите А то скорее всего Не то что Вы дождетесь Не урожая А мертвое дерево Это проходило С нектарином проходило Так По дереву Зайцы задолбали Дальше Как вставить петли Негуманно Петли как вставить В общем У нас есть такая привычка По снегу Не просто бегать А проложить тропу И бегать по этой тропе Поэтому Тропа Обычно бывает Такой глубокий снег Что тропа Буквально Скрывает его То есть Бывает только Уши торчат Вот И на этой тропе Ставят петли И наставят Обычно Допустим Это дырка в заборе Господи Как мне не жалко Зайца Ваша жалко А не проще Заделать Эти дырки Чтоб зайца Не калечить Вот Но раз уж Совсем туго Допустим Не можете Вот сейчас Зайцы Опять все сожрут Ну тогда Ставьте петли Обычно Это Самые лучшие петли Из Нехрома Тонкого Где-то Один миллиметр Полтора миллиметра Нехрома Он такой Да где же возьмете Это я на риске Мог достать Все что угодно Вот И хром Вот это Просто тонкая проволока Но надо Чтобы когда он Туда будет бежать И Чтобы петля затянулась А там Вы сами догадайтесь Как Размер петли Вот Петля А Противно говорит Ушимок сказал Редактор субтитров